Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу, как посмотреть пароль от Wi-Fi, к которому вы сейчас подключены, либо к которому вы подключались на протяжении всей истории операционной системы, которая у вас установлена сейчас на ноутбуке. Сейчас я подключен к сети Олег. Давайте сейчас я покажу, как узнать пароль от этой сети и как узнать пароль от остальных сетей, которым я был подключен. Так, сделать это можно несколькими способами узнать пароль от подключенной на данный момент сети. Давайте я первый вам покажу. Это вот при помощи команд для командной строки. Итак, запускаем командную строку. Для этого правой кнопочкой по пуску кликаем, выбираем командная строка администратор. Далее забиваем вот эту команду, копируем ее, сразу вставляем и нажимаем Enter. Эта команда нам подгружает все названия всех Wi-Fi сетей, к которым мы подключались на протяжении всего времени, как у нас эта операционная система установлена. Вот мы видим нашу сеть Олег, которую я сейчас подключен. И для того, чтобы узнать ее пароль, нам нужно ввести следующую команду. Вот она. Копируем ее. И сюда вставляем. Так, только там где Name равно Profile. Вот где Profile, это название вот той сети, которую вы хотите просканировать, так сказать. Затираем вот этот вот Profile и пишем туда Олег. Нажимаем Enter. И смотрим здесь на содержимое ключа. Вот пароль от сети. Все. Давайте я сейчас вставлю еще раз эту команду. Name равно Profile. Вместо Profile вот введу вот эту вот, вот эту сеть Winnie. Я вообще не знаю, что это за сеть. Сейчас я ее туда введу. Так. Затираем Profile. И нажимаем Ctrl-V. Нажимаем Enter. Содержимое ключа от Winnie. Вот такое вот. Так. Это что касалось командной строки. Вот это вот, кстати, команды вот эти работают в любой операционной системе, не только в 10. Теперь я покажу еще один способ. Непосредственно через параметры операционной системы Windows 10. Заходим в пуск параметры. Так. Сеть и интернет. Здесь переходим в Wi-Fi. Здесь настройка параметров адаптера. Здесь ищем беспроводную сеть, к которой мы подключим. Кликаем правой кнопочкой. Выбираем свойств, состояние. И здесь свойства беспроводной сети. Здесь переходим во вкладочку безопасность. И показываем, отображать вводимые знаки. Пароль подсвечивается. Вы можете его узнать и передавать там. Подключаться через любые другие устройства. Там телефон, планшет, не важно. Пароли совпадают, что при помощи командной строки, что при помощи этого способа. Значит, все верно мы с вами сделали. Единственное, что вот эта вкладочка безопасность, она почему-то у некоторых отсутствует. То есть, раньше это говорили, что это после обновления десятки. Но у меня уже сколько обновлений было. И вот эта вкладочка безопасность никуда не девалась. То есть, если у вас этот способ не работает, то у вас остается только командная строка. Все команды для командной строки я подкладываю в описании к данному видео. И, естественно, вы сможете их скопировать и вставить к себе уже в командную строку. Ну и еще один способ посмотреть пароль от Wi-Fi. Это воспользоваться настройками своего роутера. Для того, чтобы узнать IP-адрес роутера, это самый простой способ. Это через те же сетевые подключения. Мы заходим сюда же в настройки параметров адаптера. Находим свою беспроводную сеть. Выбираем состояние. Выбираем здесь сведения. И здесь, смотрите, шлюз по умолчанию 192.168.01. То есть, это и является IP-адресом для входа в настройки нашего роутера. Если вы хотите узнать поподробнее о том, как попасть в настройки роутера, то ссылочку сейчас сверху на данное видео я прилагаю. Также ссылочку я прилагаю в описании к данному ролику. Итак, узнали мы адрес роутера 192.168.01. Далее забили его, попали сюда. Имя пользователя обычно по умолчанию админ и пароль такой же. Входим в настройки роутера. И здесь осмотрим все, что касается сети беспроводного режима. Вот, например, у меня здесь заходишь в беспроводной режим, защита беспроводного режима. И здесь вот он мой пароль беспроводной сети. Фактически, который совпадает уже с теми паролями, которые мы видели, когда использовали два способа. Через параметры и через командную строку. На этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому помог. Всем пока!